Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Вначале коротко о том, что сегодня в выпуске. Еженедельное совещание у главы администрации. Байкер-байкеру брат. То есть всегда в дороге друг другу помогать. Байк-рок фестиваль на Смоленской земле. Смена пришла отлично, на самом деле даже не ожидали, что все так пройдет хорошо. Закрытие лагеря для старшеклассников круто. Именно здесь сконцентрированы основные мозги, основные ресурсы, основные технологические наработки и цепочки. Новости Росатома. Создание территорий, опережающего развитие в ЗАТО. А теперь об этих и других событиях подробнее. Вчера, 1 августа, исполнилось 74 года одному из ярких событий в летописи Смоленской наступательной операции. В результате ожесточенных боев солдаты и офицеры 234-й Ярославской стрелковой дивизии освободили от фашистских оккупантов деревню Ломоносова Духовщинского района. В честь костромячей и ярославцев, погибших на Смоленской земле, теперь установлен памятный знак. Мемориал, отдавшим жизнь за родину в боях на Смоленщине, установлен по инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Сегодня, 2 августа, отмечается День воздушно-десантных войск. Эту дату празднуют служащие ВДВ, вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Десантники Десногорска также отметили свой профессиональный праздник. Ребята, ВДВшники, с праздником вас! Мирного вам неба над головой всего самого наилучшего и чтобы этот день был самым трезвым днём в вашей жизни. 1 августа состоялось плановое оперативное совещание у главы Десногорска Андрея Шубина. Присутствовали председатели комитетов и руководители муниципальных служб города. Подробности в сюжете. Андрей Николаевич представил нового председателя комитета по образованию Татьяну Токареву. Его заместитель по социальным вопросам Александр Новиков доложил, что образовательные учреждения готовятся к новому учебному году. 11 августа на открытой фестивольной площадке состоится кубок по уличному баскетболу 3х3, посвященный 25-летию концерна Росомограда. И 12 августа на баскетболе также состоится региональный этап Российского фестиваля нового баскетбола «Оранжевые мячи». Заместитель главы по экономике Антон Шестеряков пригласил 3 августа предпринимателей среднего и малого бизнеса в Смоленск на семинар по закупкам. Коммунальные службы готовят город к осенне-зимнему периоду. По тепловым сетям города практически закончена работа. Сегодня все потребители питаются без ограничений. И по горячей воде, и по холодной воде завершены испытания в городе, в том числе и в последнем третьем районе. Относительно успешно выявлен сегодня дефект, поэтому на этой неделе планируем завершить ремонтную кампанию по тепловым сетям. Светлана Головачева доложила о работе Комитета по культуре, спорту и молодежной политике. 4 августа, 18.00, состоится открытие международного фестиваля «Тяжелая вода-2017» на скалодроме. Программа фестиваля расположена на сайте и на афишах по городу. 6 августа состоится кросс-гандикап «Березка» в 10.30 в районе деревни Гимина. Начальник информационной службы Наталья Барханоева рассказала о том, что 29 июля на берегах водохранилища прошел байк-рок-фестиваль. Служба занятости города сообщила, что уровень безработицы составляет 1,06%. В столице смоленских огурцов Демидове уже 15-й раз отметили главный летний праздник – День огурца. Жители и гости райцентра отведали различные блюда из этого овоща, увидели огуречные поделки и даже познакомились с творчеством, посвященным Его Величеству Огурцу. Огуречная ярмарка в Демидове стала и площадкой для деловых переговоров. В ходе праздника представители Смоленской и Московской областей подписали документ, согласно которому будет создана Всероссийская ассоциация производителей огурцов. На Смоленщине прошла профилактическая операция «Автобус». Сотрудники ГИБДД проверили перевозчиков. В большей степени это касалось междугороднего транспорта. Не пристегнутые ремнями пассажиров в списке самых распространенных нарушений. Пассажиров не пугает даже штраф – 500 рублей. За три дня операции «Автобус» выявлено более 20 серьезных нарушений. В проверке автобусов на территории области были задействованы 142 сотрудника ГИБДД. 29 августа на берегу Десногорского водохранилища прошел «Байк-рок-фестиваль». Подробности в следующем сюжете. «Байк-рок-фест» – атомный угар – традиционное мероприятие. Байкеры из разных уголков России и ближнего зарубежья приезжают на этот фестиваль. Так, в этом году участие принимали мотолюбители из Десногорска, Рославля, Смоленска, Москвы, Брянска, Минска и Вильнюса. Как видно, география очень обширная, но объединяет всех дух дружбы, любви к своим стальным коням и дорожные просторы. От Десногорска на фестивале побывали байкеры из мотоклуба «Сталкер». Организатором выступил рославский мотоклуб «Вольфганг». Только для непосвященных это содружество кажется неорганизованным обществом. На самом деле это международное движение, и у них есть своя жизненная философия, основанная на высоких человеческих качествах, которая диктует членам клуба определенные отношения и манеры поведения. Философия – байкер-байкеру брат. Всегда в дороге друг другу помогать. Не только в дороге, но и в жизни помогаем всегда. Если у кого-то какие-то проблемы, мы все вместе с копом помогаем. Прежде всего это верные друзья, взаимовыручка, взаимопомощь. Когда вместе, так проще. Дружная семья. Если надо помощь, всегда знаешь, к кому можно обратиться. Все безвозмездно помогают. На фестиваль приезжают люди, которым близка активная общественная позиция этого движения. Они считают их социально неравнодушными людьми и уверены, что молодежь должна быть широко вовлечена в такие клубы. Вы посмотрите, какие здесь находятся люди. Прежде всего это люди, занимающие активную жизненную позицию. Они двигаются, они участвуют в подобных мероприятиях. Многие приезжают сюда за сотни и тысячи километров для того, чтобы пообщаться, поделиться своими впечатлениями, пронести вот этот дух байкерского движения и поделиться им в том числе и с молодым поколением, с молодежью. Весь фестиваль «Атомный угар-2017» сопровождался большим рок-концертом, традиционными байк-конкурсами и, конечно, водными купаниями в Десногорском водохранилище. Фестиваль «Конкурс» фольклорных коллективов «Русское поле» прошел в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. В нем приняли участие и два смоленских музыкальных ансамбля, а также мастера-ремесленники и реконструкторы. Владимира Платонова знают многие десногорцы. Он уже много лет собирает старинные музыкальные инструменты смоленщины. Он поделился с гостями праздника секретами исполнения на диковинных раритетах. «Русское поле» считается крупнейшим в Европе фестивалем славянского искусства. В этом году он собрал рекордное количество участников – более трех тысяч артистов и четверть миллиона зрителей, объединенных любовью к русской культуре и традициям. В конце прошлой недели закончил свою работу лагерь для старшеклассников «Круто» в первой школе Десногорска. Подробности далее. Много добрых слов в свой адрес услышали педагоги-организаторы лагеря. «Мне очень понравилось. Тут всегда весело. И, ну, как бы, все ребята очень веселые и прикольные. Вот. Тут всегда вкусно кормят и хорошо веселят ребят». За время лагерной смены проведены спортивные, творческие и другие развлекательные мероприятия. «Очень здоровский лагерь. Мне очень понравилось. Много различных спортивных мероприятий и просто хорошо проводить время. Лагерь – это отлично. Мне очень понравилось. Особенно для маленьких деток, когда скучно дома, здесь можно найти много различных друзей и преподаватели очень хорошие, очень хорошо кормят. Так что приходите все сюда». «Мне очень сильно понравились лагеря, потому что тут очень добрые люди, даже добрее, чем у нас в школе. Здесь очень весело. Каждый божий день – развлечения. Мне очень понравилось играть в лапту, в которую я ни разу не умела играть. Вот просто научилась. Спасибо большое всем, кто меня научил играть в эту лапту». За активное участие в жизни лагеря воспитанники получили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. «Лагерной сменой довольны не только дети, но и сами педагоги». «Хочется поблагодарить лагерь, сказать всем спасибо, всем ребятам, всему педагогическому составу. И всем-всем-всем спасибо». Дети, в свою очередь, отблагодарили взрослых песнями, танцами и другими концертными номерами. А сейчас новости спорта. В Смоленске создан попечительский совет региональной общественной организации Федерации дзюдо и выбран председатель. Им стал руководитель Смоленской областной думы Игорь Ляхов. Задача попечительского совета – популяризация дзюдо как одного из перспективных видов спорта. В ближайшее время попечительский совет займется организацией и проведением масштабного мероприятия в Смоленске. Уже в сентябре в областном центре пройдет первенство Центрального федерального округа под дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В Смоленске прошел чемпионат России по вольной борьбе среди ветеранов. На чемпионате были представлены команды из более чем 20 регионов России. Также участвовали борцы из Литвы, Латвии, Казахстана и Белоруссии. По итогам состязаний победители в шести весовых и пяти возрастных категориях прошли отбор на чемпионат мира. Есть среди них и двое смолян. В столице нашего региона прошли соревнования по большому русскому рингу. В соревнованиях приняли участие не просто домашние питомцы, о собаке, для которых охрана и защита – основное дело их жизни. В открытом чемпионате Смоленска приняли участие 10 собак. Все животные предварительно прошли длительную подготовку и порадовали зрителей и судей эффектной и красивой работой. И в заключении новости Росатома. Закрытые города Росатома станут территориями, опережающего социально-экономического развития. В Государственной Думе уже одобрили внесение в соответствующий закон поправок, которые должны упростить процедуру этого статуса. Напомним, что первым из закрытых городов в территории опережающего развития стал Саров. Саров. Федеральный ядерный центр. Именно здесь ведется разработка десятков инновационных проектов для оборонной и добывающей промышленности, суда и автомобилестроения, медицины, строительства, энергетики и пищевой отрасли. Именно этот огромный научно-технический потенциал и широкий круг решаемых задач государственного значения стал основой для создания в Сарове территории опережающего развития. Саров стал первым из всех закрытых городов Росатома, которому был присвоен этот статус. Тот запрос, который формируется на уровне страны, на обновление, на ускорение развития экономического, на новые технологические уклады. Города зато в полной мере смогут на этот вызов отвечать благодаря накопленному интеллектуальному потенциалу и потенциалу научно-техническому. Самое главное, чтобы мы смогли найти инструменты, которые позволяют реализовать этот потенциал. Один из таких инструментов – присвоение закрытым атомным городам статуса особых территорий с рядом льгот для инвесторов и возможностями коммерциализации высокотехнологичных проектов. Например, интерес к научным разработкам Саровского ядерного центра настолько высок, что, по самым скромным прогнозам экспертов, в ближайшие годы для их реализации будет привлечено свыше 10 миллиардов рублей. Эти инвестиции, в свою очередь, будут способствовать развитию ядерного центра, привлечению высококвалифицированных специалистов и созданию новых рабочих мест. Именно на территории ЗАТО должны развиваться предприятия. Потому что именно здесь сконцентрированы основные мозги, основные ресурсы, основные технологические наработки и цепочки. Показатель развития ЗАТО – это уже готовые заявки для каждого из закрытых городов на создание территории опережающего развития. В концепциях уже определены проекты, выбраны инвесторы, подготовлены производственные площадки. Общий объем инвестиций в инновационные разработки атомщиков оценивается почти в 77 миллиардов рублей. Но самое главное, что открытие новых производств повлечет за собой развитие закрытых городов в целом, а значит и повышение уровня жизни их жителей. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desnadefiz.ru Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова